Ну что ж, давайте, наверное, начнем, кто опоздавший к нам присоединяться, чуть попозже. Итак, здравствуйте, добрый день, добро пожаловать на наш очередной технический семинар, техническая школа «Авитарит Трейд». Сегодня наш тренинг будет немножко отличаться от того, что, так сказать, было до этого. Это не будет именно техническим тренингом, это скорее такая мини-презентация с демонстрацией технических возможностей данного оборудования. Меня зовут Илья Машинский, я сделаю такую краткую вводную часть, расскажу про космические корабли, про технологии. Основную техническую часть именно по работе прибора, по каким-то особенностям компонентов расскажет наш главный технический специалист Роман Быхарец, бессменный тренер. Итак, система «Аксиент». Вот она перед вами, два РЭКа. Здесь также, кроме системы «Аксиент», присутствует система «Шурю» и «Чефар». Это чего и почему, это потом вам расскажет Роман. Итак, система «Аксиент» впервые приехала в Россию. Что же это такое? О чем все так долго говорят? Итак, система «Аксиент» — это комплекс оборудования, обеспечивающий самый чистый и прозрачный сигнал по сравнению со всеми существующими на сегодняшний день беспроводными системами. Да, это так. Это новый уровень управляемости, удобства и надежности передач, приемов и управления радиочастотным спектром. В приборе «Аксиент» на основе новых технологий реализован целый ряд новаторских функций беспроводной системы. Каждая из них, в общем-то, чрезвычайно интересна сама по себе. Роман потом поподробнее расскажет об этом. В совокупности же они отражают прогрессивный, новаторский подход компании «Шур» и реализуют наиболее законченную на сегодня картину интеграции функций радиочастотного управления и контроля в единой платформе. Итак, можно сказать, что «Аксиент» — это новый стандарт беспроводных систем, содержащих десятки одновременно работающих микрофонов. Как известно, стабильность чистоты и надежность оборудования при работе с мобоканальными системами являются одним из ключевых факторов. Так вот, одним из главных достоинств систем «Аксиент» является ее уникальной особенностью обнаруживать радиочастотные помехи и избегать их, что делает эти системы идеальным выбором для живого вещания. Телевизионные шоу, спортивные мероприятия, на стадионе концерты, выставки — везде, везде необходим качественный радиочастотный сигнал из помех. В общем-то, помехи могут приходить отовсюду. От других радиосистем, от систем внутренней связи, от всевозможных цифровых устройств. В общем-то, все это, что называется, хаос в радиоэфире. Система «Аксиент» решает эти проблемы. Достигается это благодаря функции частотного разнесения, которая позволяет вести передачу от одного аудиоисточника на двух независимых радиочастотах. Когда два независимых радиочастотных сигнала передают один и тот же аудиосигнал, наличие помех на какой-то одной из частот не вызывает прерывания сигнала. Сигнал с каждого передатчика идет одновременно по двум каналам. Система постоянно сканирует радиочастотный диапазон и в случае обнаружения помехи меняет канал перед передачей, само собой, до того, как это будет слышно. Система «Аксиент» — гибридная система. В общем, она выдает аудиосигнал как в аналоговом формате, так и в цифровом формате. За сканирование радиочастотного диапазона отвечает прибор IST600 — спектром-менеджер или администратор спектра. Он призван сканировать весь частотный диапазон, доступный для беспроводной радиосвязи, и на основе собранных данных выполняет расчет совместимости частот для всех беспроводных каналов сети. Сканирование выполняется с помощью ханта, вот они у нас здесь присутствуют. В списке совместимых частот можно осуществлять программирование сетевых беспроводных систем. При этом резервные частоты непрерывно отслеживаются и ранжируются в соответствии с этим качеством. Во время работы администратор спектра выделяет приемникам, столкнувшимся с помехами, свободные частоты. Встроенные функции мониторинга спектра обеспечивает визуальное и звуковое отслеживание радиочастотной активности. В процессе сканирования администратор спектра стоит график интенсивности радиочастотных сигналов во всем диапазоне частот. График выносится на экран. Чуть попозже мы покажем крупным планом, как это происходит. При ухудшении сигнала вступает в действие технология предотвращения помех, посредством которой можно автоматически или вручную перейти на чистую совместимую частоту. Когда сигнал ухудшается, система визуально предупреждает об этом. В ответ на предупреждение можно выбрать новую частоту, как уже было сказано, вручную, или разрешить этому прибору администратору спектра установить резервную частоту автоматически. Благодаря обнаружению и предотвращению помех можно быть уверенным, что ничего не случится и мероприятие не будет сорвано, пройдет гладко. Еще одна интересная функция – это система дистанционного управления передатчиком. Система дистанционного управления, называется она ShowLink, позволяет в реальном времени выполнять дистанционную настройку всех параметров передатчиков через беспроводные сетевые соединения между связанными передатчиками и приемником. Находится ли исполнитель на сцене в процессе выступления или ждет за сценой своего выхода, ShowLink дает инженерам, обслуживающим мероприятие, возможность, не выходя из аппарата, выполнить необходимые изменения в настройке передатчиков. Изменение частоты, настройка усиления, корректировку мощности – все эти и многие другие действия можно выполнить дистанционно через сеть ShowLink. Достаточно добавить в любой сети узел доступа ShowLink, вот он, и вы получите систему немедленного беспроводного управления передатчиками. Как видите, узел крепится на обычную микрофонную стойку с помощью обыкновенного держателя для радиомикрофона. Сеть ShowLink позволяет в реальном времени дистанционно управлять беспроводной системой. Для обмена сигналами управления с передатчиками узел доступа использует беспроводной сигнал 2,4 ГГц. Необходимо заметить, что для передачи аудиосигнала от передатчика к приемнику сеть ShowLink не требуется, она влияет только на управление. В общем, даже потеря управления никаким образом не влияет на аудиосигнал. Перейдем к передатчикам. Передатчики двух видов. Переносной или надельный IT100 и ручной передатчик IT200. Передатчики обладают высокой влагозащищенностью. Для работы в самых тяжелых условиях могут работать при любой погоде. Есть функция блокировки интерфейса для предупреждения случайного нажатия кнопок управления. После окончания настройки. АХТ100 совместим со всеми беспроводными микрофонами Shure оборудованные разъемами TQG. Для работы с микрофонами, снабженными разъемами LEMO предусмотрен такой вариант передатчика. АХТ200 у нас здесь также есть. Представлены два флагманские версии. Здесь с капсулями KSM9. Но также предлагаются варианты с капсулями SM58, β58 и β87A и C. Передатчик настраивается на частоту приемника посредством инфраклассной синхронизации. Благодаря системе дистанционного управления ShowLink осуществляется всестороннее управление в реальном времени всеми параметрами передатчика. В том числе настройки частоты в реальном времени. Вся информация также выводится на экран передатчика. При создании Accient специалисты Shure уделили немалого внимания питанию передатчиков, а также системе контроля питания. Современные технологии, примененные в аккумуляторах для передатчиков, обеспечивают до 9 часов работы. Аккумуляторы заряжаются до 50% емкости за 1 час, до полной емкости за 3 часа. При этом отсутствует так называемый эффект памяти, то есть снижение емкости аккумулятора при его неполной зарядке. Возможности зарядки начинаются с зарядной станции, потом можно будет подойти и посмотреть ее поближе, который является также средством хранения и средством транспортировки аккумуляторов. Зарядная станция вмещает до 8 аккумуляторов для переносных или ручных передатчиков. Как видите, она разделена на слоты. Слоты можно комплектовать, в общем, как вам требуется. Можно включить туда большее число слотов для ручных передатчиков, либо для тернательных. Станция позволяет следить за всеми параметрами зарядки всех аккумуляторов на дисплее передней панели. Другая возможность – это портативные зарядные устройства, которыми удобно пользоваться, если нужно что-то более компактное. Вот они внизу. Здесь они у нас не представлены, но они, тем не менее, есть. Данные решения станции позволяют забыть об огромных запасах батарей, которые при проведении каких-то масштабных мероприятий расходуются в гигантских количествах. Если учесть то, что, как правило, запас энергии в них расходуется не полностью, то данное решение является хорошей экономической составляющей. Система контроля питания позволяет видеть оставшийся ресурс аккумулятора с точностью до 15 минут. Специалисты ШУР особенно подчеркивают слово «точность». В данном предложении информация об оставшемся ресурсе выводится на передатчиках, на приемниках, а также в программе управления, которая доступна на компьютере. Программа называется «Сбор Bench 6». Также доступна информация о процессе полученного заряда и времени оставшегося до полной зарядки. Информация выводится как на зарядную станцию, так и в программное обеспечение. Мы можем также осуществлять контроль работоспособности аккумулятора путем подсчета циклов зарядки и определения доли первоначальной емкости. Итак, приемники. Приемники двухканальные. Называется AXT 400. Он сочетает в себе самые современные аналоговые и цифровые технологии. Приемник совместим с передатчиками двух типов – ACCENT и UCHFARP. Варианты подключения включают трансформаторные симметричные аудиовыходы, цифровой выход, AES-3, порты радиочастотного каскадирования и два порта из Ethernet для управления и контроля по сети с помощью программного обеспечения. Приемник поддерживает полное дистанционное управление, связанное с ним передатчиком, при использовании с углом доступа ShowLink. С передней панели AXT 400 в реальном времени можно управлять всеми параметрами подключенного передатчика, включая настройку в сети. Во время работы приемник AXT 400 может обнаружить присутствие помех. При обнаружении источника возможных помех выводятся предупреждающие сообщения и предлагаются варианты изменения частоты. При работе с администратором спектра, спектром менеджера, приемник может быть вручную или автоматически переключен на резервную частоту, которую предлагает спектром менеджер. Посредством передачи от одного аудиоисточника на двух независимых радиочастотах, частотное разнесение обеспечивает безупречную передачу звука в условиях, когда существует вероятность пропадания сигнала или памяти. Идем дальше. Завершают систему коммутатор Ethernet AXT 620 и антенный распределитель AXT 630. AXT 620 – это 9-портовый коммутатор Ethernet, который призван упрощать объединение всей системы Shure и сводит к минимуму все действия по настройке сети. Он оборудован портом в питании через Ethernet и сервер DSP для автоматического назначения компонентом IP-адресов. Антенные распределители AXT 630 посылают радиочастотный сигнал от одной пары антенн к нескольким приемникам. Данный распределитель AXT 630 охватывает частотный диапазон от 470 до 698 МГц. Итак, программное обеспечение Wireless Workbench 6 позволяет задействовать всю мощь технологии AXT с максимальной эффективностью. Это наиболее полный комплекс программного обеспечения для управления беспроводными системами. Интерфейс позволяет контролировать по сети практически все нюансы инсталляции – от предварительного планирования концерта до мониторинга живого шоу в реальном времени. До начала шоу Workbench 6 может использовать сохраненные файлы сканов для получения детальной информации о типичной обстановке в радиодиапазоне, а также хранит базу данных ТВ-каналов на основе текущего местоположения, что серьезно упрощает процесс планирования мероприятия. При подключении к прибору Spectrum Manager программа Workbench осуществляет сканирование и анализ радиочастот в реальном времени, выводя на дисплей подробный график с метками для подключенных устройств. Повторяю, все это потом детально будет разобрано и показано. Во время шоу программа Workbench 6 обеспечивает дистанционное управление подключенными приборами в реальном времени, в частности смены частоты, регулировки чувствительности, мощности радиопередач и т.д. Пользователь может настроить средства управления под себя в виде удобных линейных пультов для каждого канала беспроводной системы с индикаторами уровня аудио и радиосигнала, оставшимся уровнем работы аккумуляторов, фейдером громкости и т.д. Вся информация видна на компьютере. Контролируемые пользовательные сообщения об ошибках позволяют быстро отреагировать обнаруженные проблемы с интерференцией частот с зарядом батареи или уровнем мощности радиосигнала. Шур выделили для системы Accient отдельный сайт accient.net. Можно зайти и посмотреть, это довольно интересный сайт. На сайте собрана вся информация о системе, пока, правда, только на английском языке, но это временно. Там же описание компонентов системы, их функций, различные видео и также программы Word 26. Также на сайте находится конфигуратор, благодаря которому можно виртуально построить свою систему, исходя из требуемых параметров. Ну и такие небольшие примеры использования Accient. Это, например, церемония открытия и закрытия Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Это крупнейшие телестанции Мексики, телевиза. Они были одними из первых, кто приобрел комплект Accient. Это джаз-фестиваль в Мандрио. Это автомобильная выставка в Детройте и также показ премьер в Volkswagen в Германии. В интервью инженеры, обслуживающие мероприятия, рассыпаются в похолодах системы Accient и говорят, что забыли о том, что такое параметры и бесконечные смены батареек. Ну, в общем, все то, о чем это было рассказано. Итак, я, пожалуй, передаю слово Роману, который начнет детально разбирать Accient по винтикам. Как Илья уже вам сказал, что система инновациона прежде всего тем, что позволяет, помимо того, что передавать звук, она также позволяет вам управлять передатчиками удаленно. Для этого в системе существует такой прибор, который называется у нас антенный сплиттер. Вот он чуть выше. На нем есть возможность выбирать разные частотные диапазоны, которые он распределяет, ну, сплитует. В данном случае у нас включен режим White Band, где он распределяет всю ширину диапазона. Есть возможность ограничить этот диапазон, соответственно, выбрать диапазон, в котором он может работать. Тут доступно несколько вариантов. Соответственно, все, что не попадает в этот диапазон, не сплитуется, то есть он фактически отсекает лишние частоты. Автокаскадирование. Это устройство поддерживает подключение не только по сплиту, на каждом сплиттере существует еще и выход каскад. По нему мы подключаем в данном случае Spectrum Manager. Это устройство, которое непосредственно работает со спектром частот. Здесь, по сути, включен этот каскад-аут либо нет. RF-гейн. Это возможность компенсации потерь при каскадировании. То есть если у нас вход слабый, это можно делать вручную. Увеличить или добавить. И питание для антенн. Если мы используем антенны активные, то можно подавать питание непосредственно с сплиттером. Не вижу. И показания статуса сети, что он активен, что он определяется в программе. На этом устройстве у нас находятся четыре выхода на антенну, соответственно, на две антенны и каскадный выход. Для того, чтобы обеспечить весь этот функционал, у нас существует такой замечательный прибор, как Spectrum Manager. Мы уже сканировали спектр перед тем, как подключиться. Он показывает, что в диапазоне частот J5E у нас используется на данный момент четыре частоты, в которых мы работаем. То есть один приемник и еще один подключен. И 43 частоты еще доступны в этом диапазоне. Как происходит сканирование и для чего это нужно? Сейчас мы возьмем и запустим процесс снова, чтобы показать вам, как это происходит. Здесь есть разные варианты, но наиболее простой – это вот wizard. Мы выбираем, что полностью новую установку. Либо, допустим, если мы включили-подключили какой-то из приемников, он его сразу не определяет. Нам нужно проапгрейдить девайсы. То есть, к примеру, обновить устройство – это значит, что он сделает опрос по сети всех подключенных приемников. И если есть новые, он их определит и, соответственно, будет им тоже управлять. То есть, раздавать адреса, либо производить свои манипуляции. Производим сканирование. В данном случае он нам показывает, что он нашел у нас, соответственно, 4 приемника AXT Accident. То есть, он их считает отдельно. Раз, два, три, четыре. Соответственно. И два приемника системы UCHF. Диапазон также показывает, в каких диапазонах эти системы работают. Дальше мы нажимаем «Продолжить». Здесь мы выбираем, какие из девайсов мы будем контролировать. В данном случае мы выбрали «Все». И нажимаем, ну, есть возможность добавить, есть возможность определить, какой из них мы выбрали. Допустим, вот если мы выберем верхний и нажмем «Флэш», он будет моргать. То есть, показывая, какой из них мы выбираем. Мы продолжим. Здесь он нам рекомендует выключить все активные устройства, которые в данный момент работают. Но мы этого делать не будем, сделаем так, как есть сейчас. Включили. Вот антенна A, и тут у нас идет такая диаграмма, которая показывает состояние нашей сети. Сначала сканируется антенна A, потом сканируется антенна B. Соответственно, мы видим, что вот есть у нас некоторые пики. Это, скорее всего, мой передатчик, который включен. Здесь у нас, соответственно, идет процесс. Когда такой-то половина начинает сканироваться антенной B. Внизу, как вы видите, подписаны непосредственно частоты, в которых он сканирует. То есть, он в данный момент работает от 470 МГц до 952. То есть, он сканирует полный диапазон, поскольку у нас никаких ограничений на сплиттере не выбрано. Соответственно, он полностью все нам определяет. Смотрите, здесь у нас подключена схема каскадирования. То есть, с сплиттера мы забираем каскадный сигнал, который никаким образом не убирается. Можем его, конечно, подключить и на антенны сплиттер. Но в данном случае мы подключили с каскада, а сплиттовые сигналы мы раздали на приемнике. И сканируется, соответственно, не только диапазм, который вверху указан, а полностью весь возможность, с которым он работает. Он сканирует вот этот 700 и выше? Да. А это же запрещено ли сейчас? В данном случае он сканирует по умолчанию. Мы ему не задавали никаких ограничений, он проверяет весь спектр просто. Правильно, мы ему не задавали. Да. Он сканирует. Письмо от нашего желания. Да. А там же студии сейчас будут сканировать? Никто не заключает. Нет, сканировать никто не заключает. Он ничего не передает. Он просто... Зачем? Это можно будет потом отключить. Я покажу. Потому что это запрещено у нас, в Америке нет. Да. То есть прибор выпускается один для всех стран, и вы просто выбираете, какой диапазон у вас доступен. Вы можете это ограничить, удалить какие-то определенные каналы, внести цифровое телевидение на определенных каналах. Он просто не будет от частоты, в принципе, сканировать и использовать. То есть это допускается. В данном режиме ему пока показывают, в общем, как это происходит. После того, как он просканировал две антенны, он им сообщает, что ура, все закончилось. Соответственно, у нас есть возможность заново провести сканирование, если мы что-то забыли. Либо продолжить выполнение операции. Нет, прошу прощения. Можно по ходу задавать вопросы или лучше их отложить на парад? Давайте по ходу, относительно. Ты просто упомянул, что сканируется сначала одной антенне, потом другой антенне. В чем цель? Потому что он одновременно на одной антенне проверяет несколько диапазонов. То есть вы видели, там несколько полос идет. То есть у него, по-моему, там 8, что ли, диапазонов. То есть он берет весь спект с одной антенны и разбивает его на 8 частей, и внутренний процесс его по 8, ну, как бы. То есть эти две антенны, они не широкополосные, они до определенного одна... Нет, антенны широкополосные. Просто предполагается, что антенны могут быть разнесены. И уровень приема одной и второй может быть разным. Поэтому он проверяет сначала... Да, он проверяет, соответственно, одну и вторую антенну и находит те частоты, которые удовлетворят двум условиям. После того, как мы ожидали продолжения, он нам говорит, что он нашел 57 частот. Резкость не ведется. Отлично. И, соответственно, он нам говорит, что на ATX у нас есть 55 частот доступных, 4 из которых он занял. И на UCHFR у нас две частоты доступные, и две из них используются. Дальше есть кнопочка DEPLAY, нажимая которую мы отправляем все эти настройки в приемники. Вот он записывает все это устройство. Теперь информация о доступных частотах и записанных непосредственно в приемники. В данном случае мы просканируем диапазон, и мы можем видеть информацию здесь, что у нас используется 4 и доступно у нас 50 частот. То есть 4 мы используем, 50 нам доступно. Значит, смысл какой, что этот прибор, помимо того, что он определил частоты, он продолжает сканировать спектр все время. То есть вот сколько он стоит, он все время спектр проверяет. Если в спектре частоты, которые у него написаны ready, поменяли свое качество и стали хуже, он их помещает в список, что вот частоты с ухудшими характеристиками, но он их не удаляет из сканирования. То есть он их потом проверяет также в дальнейшем, и если качество сигнала стало лучше, он их помечает как доступные для работы. Поэтому эта цифра может меняться в зависимости от того, какой у нас эфир, что происходит. Если мы работаем в нескольких диапазонах, то следующие 4 квадратика для других диапазонов. То есть здесь у нас G5E, следующий там будет R1, там R2, ну, другие частотные диапазоны, которые он также проверяет. То есть спектроменеджер, как вы видели, он проверяет весь диапазон. И с четырьмя из диапазонов он может работать, выбирая частоты именно под конкретный какой-то диапазон. Диапазоны выбираются, он находит, когда у нас приемник, приемник ему дает сигнал, в каком диапазоне он принимает. Соответственно, таким образом он выбирает, какой диапазон сканировать. Сейчас я вам покажу, перестроив один из приемников на другой канал. Ром, а пока ты можешь вопросить? Давай. Я так понимаю, что один передатчик работает с двумя основными опорными частотами. То есть тут частотное разнесение основано на двух опорных частотах для одного передатчика, правильно? Ну да, я вам сейчас чуть-чуть дальше прямо покажу, расскажу об этом. В данном случае, когда мы входим в режим радио на приемнике, мы здесь видим настройки групп канала, частоты, соответственно, все можно менять, и диапазон, в котором этот приемник работает. Если мы применяем его, допустим, на данный диапазон, мы изменили его. Теперь, если мы посмотрим, что у нас произойдет на спектру менеджера, видите, автоматически появился диапазон. Он его увидел, и, соответственно, мы готов этот диапазон даже сканировать. Если мы сейчас нажмем «Продолжить сканировать», он проверит два этих диапазона, и у нас будут, соответственно, отдельные частоты. То есть один диапазон, второй диапазон. На каждом будут свои частоты использоваться, свои частоты будут в резерве. На соседнем экране у нас всегда описывается event block, то есть что происходит в системе. Вот здесь вы видите, что у него backup updated, то есть он проапгрейдил частоты, которые у нас находились как резервные. И последняя частота написана degraded. Это означает, что эта частота, качество ее ухудшилось, и он ее пометил как не использовать. То есть через какое-то время, если она освободится, он ее опять пометит как возможно для использования. Теперь перейдем к приемнику. Вернем обратно наш диапазон. А сколько диапазонов на приемнике? Ну вот этот приемник у нас работает от 470 до 698 мегагерф. Сколько это вообще? Он может работать во всем этом диапазоне. Мы просто выбираем, какой из них он больше стоит. Ширина выбирается следующим образом. У нас ограничением является, в данном случае, передатчики. На передатчике указано, в каком диапазоне работает. Здесь у нас везде G5E. Это 578, 638. Комплектно вот сейчас. Соответственно, когда мы просканировали, он определил, что в этом диапазоне у нас есть вот такое количество устройств. Сейчас мы поменяем обратно. Диапазон, можно себе у вас тоже вопрос? Да. Как я понимаю, для конфигурирования у нас приемники работают во всем спектре. Возможно, для этой системы. Часторку от 420 до 698. А микрофонные передатчики, они привязаны к жесткому. Да, все правильно. Ограничение существует на передаче сигналов. А приемное оборудование может работать и за всем спектром. В данном случае у нас все это является приемным оборудованием, поэтому оно может работать в большем спектре. Но передатчики работают в дозволенном. Обычно приемники привязаны, это тоже передатчики. Здесь не должно работать. Привязаны. Но здесь дело в том, что идет некая унификация. То есть, чтобы не выпускать отдельные приемники под абсолютно каждую страну, здесь есть вот прибор, он работает в большом диапазоне, а передатчики вы покупаете уже непосредственно под то, что разрешено. То есть, в стране разрешено в диапазоне, значит, такое у вас и будет. Мы говорили о разнесении частотным. Что это означает? В данном случае ручной передатчик AXT200. В нем встроено две передающих антенны, которые работают на разных частотах. По умолчанию включен режим передачи с одной антенной. В чем уникальность системы? В случае, если система обнаруживает, что помехи в этом радиоканале выше определенного уровня, она позволяет изменить частоту как на приемнике, так и на передатчике. Достигается это следующим образом. У нас есть замечательная точка доступа. Она работает в Wi-Fi диапазоне. При синхронизации любого из передатчиков с приемником, помимо задачи адресов, генов и прочих параметров в виде имени, также происходит привязка его по системе ShowLink, как было сказано. То есть он получает некий опознавательный знак, который синхронизируется с определенным приемником. Какие вещи это нам позволяет? То есть, по сути, там две антенны. Две антенны передачи, одна Wi-Fi приемная. Да. Причем она оттуда обратно работает. То есть изменение, сделанное здесь, происходит сразу и здесь, отображается. То есть, как бы в обе стороны это работает. То есть, если, допустим, я данный передатчик синхронизировал, потом выключил, а после этого я изменил частоту на приемнике. Когда я включу передатчик, он по включению и определению в сети ее тут же поменяет. Да. То есть синхронизация не нужна? Нет, если у нас есть система ShowLink, то есть когда он связался, то дальше уже все изменения идут вот через эту систему. И важно, что делать. Изменение имени, гейм, там, выключить радиосигнал. Все это происходит вот уже при включении обратно передатчика. А экосинхронизация нужна только, когда мы добавляем новые передатчики в систему? Да. Изначально у него нет функции ShowLink, то есть он как свободно идет, то есть ни к чему не привязан. Когда мы его синхронизируем, он синхронизируется с определенным приемником, как бы есть некая связь. И изменение одного влияет на изменение второго. То есть они взаимосвязаны. Это вот есть ShowLink. Если я правильно понимаю, значит у нас передатчика работает с 50-мегагерцовым окном, правильно? Ну, мы так посчитали, где-то там 50-мегагерцовое окно. Соответственно, в этом 50-мегагерцовом окне посчитаны свободно от интервентиляции частоты в определенном количестве. Переключение между вот этими двумя основными в несущими осуществляется на основе выбора той или иной пресетной частоты в этом частотном окне, правильно? То есть он между пресетными частотами переключается? Да, он переключается только между теми частотами, которые у нас определены спектроменеджером. Вот те там 50, 51, вот только эти частоты. Ну, то есть в этом понятно, что это 50-мегагерцовое окно, там есть пресетные частоты, он между пресетными частотами переключается. Скажите, пожалуйста, а если я хочу сказать, самостоятельно рассчитать просто две частоты свободных от интермодуляции на основе сканирования. Вручную я могу эти две опорные частоты выводить? Нет. Здесь именно упор делается на то, что вы настроили систему, она сама все проверила, она сама все контролирует. То есть, нет смысла этого давать. То есть, система всегда, как я говорил, анализирует спектр, и если она находит частоты, которые стали хуже, она их исключает от свободных. Если она нашла частоты, которые сейчас доступны, она их включает в готовые к использованию. Все. То есть, никто туда ничего принять не будет. Значит, по поводу двух передатчиков. На системе мы можем выбрать, в каком режиме у нас будет работать наш приемник. Входим в радио и в опции. И здесь у нас, прежде всего, доступны опции. Это, что он будет делать, если у него произошло, если он определил, что есть интерференция. То есть, качество сигнала плохое. Здесь есть несколько вариантов работы. Сейчас стоит у нас авто. То есть, при определении интерференции, он автоматически поменяет один адрес на другой. Есть режим Prompt. Это когда он вам сообщит, что есть интерференция, и он вам просит подтвердить изменение частоты. То есть, может быть, это у вас было временно. А он выбирает в тех же... Только в определенных частотах, да. И, соответственно, режим детектоны. В данном случае он ничего не делает, ничего не прилагает. Просто показывает вам, что есть интерференция. Все. Автор обеспечивает, как бы, сам по себе это работает. И ничего делать этим не нужно. Чувствительность. В данном случае у нас есть три тоже режима. Есть режим менее чувствительный. То есть, он дольшее время ожидает, когда пропадет интерференция. Если она не пропала, через какое-то время происходит переключение. Режим normal, как бы, это некий средний такой вариант. И more, это значит, что как только он определил вообще какое-то искажение, он сразу на следующую частоту. То есть, он не ждет, он как бы вот... Только возник проблема, а сразу следующая частота устанавливается. Ниже вы видите такой замечательный пункт. Называется он threshold. Threshold. Что это обозначает? У нас при сканировании Spectrum Manager мы устанавливаем некий порог. От которого мы учитываем сигнал на помете. То есть, если выше этого диапазона ничего нет, то эта частота считается свободным. Если мы хотим, чтобы максимально от всего отградиться, мы, соответственно, этот диапазон можем уменьшить. Тогда доступных частот будет меньше. Потому что, чем ниже мы делаем порог, тем больше всяких даже небольших шумов начинают проявляться. Да? Если я правильно понимаю, то есть... В ДПМ мы в данном случае меряем именно соотношение сигнал-шума полезного. То есть, измеряется напряжение на приемной антенне, и пороговое значение выставляется относительно сигнал-шума, да? Относительно сигнал-шума. То есть, он в эфире определяет вот на сколько и вот этот порог от максимального. От напряжения на антенне, да? Вот здесь не готов сказать. То есть, я пока могу объяснить... Вот, конкретно от напряжения на антенне или нет, я не скажу. Я тебе объясню, если поможет, я тебе объясню, в чем заключается вопрос, да? Значит, у других производителей... Каких? Не будет говорить. Да. Значит, просто выставляется именно значение сквелча, опять же, там звучит как. Оно выставляется относительно нижнего предела, то есть, когда напряжение на антенне 0, да? Да, но это не сквелча. Это не сквелча. Это не сквелча. Сквелча здесь есть отдельный. Это именно порог при анализе частотного диапазона. То есть, грубо говоря, у нас есть некие помехи, которые он ловит. И мы можем выбирать, если нам нужно, чтобы частоты были максимально чистыми, мы этот порог опускаем. Соответственно, вот на диапазоне у нас помех будет больше, и он выберет только свободные диапазоны. То есть, все лишнее он уберет. Понятно. То есть, это как на… можно сравниться, по сути, как с компрессором. То есть, да? То есть, вот есть некий порог, от которого он выбирает, какие частоты хорошие, а какие мы не будем использовать. Сквелч – здесь отдельная функция еще есть. И еще есть функция тонкей. То есть, сквелч, понятно, он меряет сигнал шум изменения. А тонсквелч – это когда он генерирует в каждой передатчик еще высокочастотную составляющую, и он определяет ее присутствие. Если там есть какие-то проблемы, он по ней тоже работает. То есть, у него два метода сквелча. Собственно, вопрос. Принимается ли по вниманию мощность сигнала, например, в данном помещении, с какой мощностью работает передатчик? То есть, принимается ли по вниманию напряжение? Да, да, все правильно. Он определяет именно напряжение, поскольку здесь… Если что, сейчас займем? Если я буду к мусе, то у меня чем-нибудь… Так, мы сейчас подключим данный приемник, передатчик к приемнику. Если он у нас не подключен. Не подключен. Как у нас происходит синхронизация? ИК-порт здесь, соответственно, передней панели. И для того, чтобы нам синхронизировать передатчик, мы подносим его на расстоянии. Вот, приемник и нажимаем «Синхронизировать». Все, синхронизация произошла. Вот, он работает. Я могу сейчас выключить данный приемник. Раз, вот я сейчас говорю через него. О, почему-то делаю громче. О, есть. В данном случае мы подключили, соответственно, ручный приемник на один канал. По умолчанию все приемники ручные, они работают только в режиме одноканальном. Если мы хотим реализовать систему… Сейчас мы проверим, кстати, вариант, когда я буду вмешиваться в частотный диапазон этого передатчика, и вы увидите, что будет происходить. Дальчик одну возьму. Раз, раз, раз. Отлично. Я сейчас возьму еще один передатчик портативный и настрою его на ту же самую частоту, чтобы показать вам как-то, как оно будет телевести. Он у нас пока никуда не устроен. На нем частота 587, здесь у нас 578. И мы сейчас ее поменяем, и я вам покажу, как-то, к чему это приведет. Вот. Чего? Проверяю сиконочку. Так, 78, то есть 75. Вот у меня, соответственно… Не видно. Ну, в общем, частоты я поставил правильно. Сейчас я свой выключу, чтобы говорить в него, и вы услышите, как только что произойдет. Раз, 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 раз. Вот. Я применяю, соответственно, настройки. То есть создаю интернатурацию. И вот, слушайте. Раз, два, три, четыре, пять. О-о-о-о. Все. То есть он изменил частоту. В случае, если у нас… Ну, поделись много. Да. Да. Потому что это одна антенна. Да. Но при этом вы не лишились звука вообще. То есть, да, произошла пауза, но при этом это переключилось достаточно быстро. Полсекунды. Дальше вы можете работать. В этом суть работы в обе стороны. То, что вы можете регулировать, соответственно, через шоулинг, управлять передатчиком. Следующий режим, который мы сейчас включим, это называется диверсивити режим. Это когда мы будем использовать две передающие антенны на две частоты. В этом режиме выпадения не происходит. Сейчас обратно переключусь. Раз, раз. Когда мы используем диверсивити режим, мы задействуем, получается, два канала на одном приемнике на один передача. То есть один принимает на один канал, второй на другой канал. Да, это не на одной. Нет, я думал, что это именно в рамках одного приемного и передающего модуля. Нет, это в рамках одного передающего модуля в одном юнити. Друг каналафера. Не крутовастся? Нет, нормально. Всем нравится. А ну так же да. Ну а что делать? Хотите, чтобы все было хорошо? Приходится чем-то жертвовать. Доступно несколько режимов диверсивити модуля. Для ручных передатчиков. В данном случае в нем встроены две антенны. И также для бодипаков. В случае, если мы используем бодипак, то на бодипак встроена только одна антенна. И поэтому, если нам необходимо получить такой же режим с использованием бодипаков, нам нужно их два. Один работает на одной частоте, второй работает на другой. Когда включен режим диверсивити, с одного приемника используется по сути одинаковый сигнал идет и на первый, и на второй выход. То есть, там нет разницы, какой из них в данный момент принимает. Сигналы будут одинаковые стоят на том и на том выходе. Мы сейчас возьмем у нас, соответственно, для приемника ручного. Мы берем, что да, хотим, мы уверены, но он спрашивает, потому что раканал не будет использовать то же самое значение. Я сейчас раз попросим, потому что тронует режим для поясных передатчиков, а каким образом я тогда в них подключаю микрофоны? Оригинальное решение называется штаны, правильно? Да, либо два микрофона. А это не так бодипак, он сам последний работает? Надо два, да. То есть, в нем встроен именно один передатчик, поэтому, если нужно дивестировать режим, их нужно два. А с ручником? С ручником вот он один. Да, тут все внутри. Хорошо. Теперь второй вопрос. А с той стороны как бы шло? У меня же там два выпала? Любой из них является выходом. А микшер или нет внутри? Да. Он внутри выбирает какой сигнал, но оба сигнала абсолютно идентичны. Неважно, какой вы из них возьмете. Нет. В микшер, получается, я завожу два сигнала? Один. Да. Дело в том, что определение интерференции, переключения и режима, чтобы ничего не выпало, происходит внутри приемника. Он сам перенаходит момент, когда сигнал снова хуже, переключается на тот, где сигнал не изменился, и насколько это вообще незаметно. То есть даже вот, Никит, привозь мне вопрос. У меня две частоты. Да. На одном приемнике и на втором. Да. Я получаю два идентичных сигнал, да? Да. Только на разных частотах. Он один. Только один из них. Он не два идентичных сигнал. Только один. Да. То есть любой из них передает сигнал мне на микшер? Один основной? Здесь нет необходимости использовать резервный, потому что в режиме диверсивити оба выхода передают один и тот же сигнал. Он внутри определяет, какой из них без ошибок и, соответственно, между ними переключается. То есть если возникает ошибка на одном, он вам выдает сигнал с другого передатчика. При этом на звуке это никак не сказывается. То есть за счет того, что режим меняется. А вот цифровая или не цифровая? Это аналоговая система с управлением. То есть это не цифровая система, это аналоговая система. Сейчас, когда мы включили режим диверсивити, он у нас включился только лишь на приемнике. Передатчик в данный момент еще не работает в режиме диверсивити, а это можно видеть у нас оранжевый. Приемник вот на втором отсутствует. Видите? Ничего нет. Соответственно, мы должны его заново синхронизировать, чтобы он определил, что ему нужно теперь соединить здесь по шоулингу две частоты и включить их. То есть мы сейчас это и сделаем. Подносим. И делаем еще раз. Все. Теперь у нас две. Можно вопрос задать по поводу радиуса действия шоулинга и вайфайный диапазон? Вайфайный диапазон каким образом? На пи-датчике есть возможность проверить, на какое расстояние он у вас работает. Здесь есть режим шоулинг-тест. Вы включаете его и, грубо говоря, физически идете, пока у вас не пропадет все деления. Там несколько делений на экране. Если сигнал заканчивается раньше, чем необходимо зонопокрытие, вам нужно будет добавить еще одну такую точку в это место. Какая-то цифра есть рекомендованная? 50 метров? Не знаю. Вайфай 100 метров обычно. Ну, 30-50, уверенно, там 100, если открытая видимость. То есть это проверяется по месту, потому что… Понятно. А еще число, соответственно, поддерживающих устройств? Одна вайфай точка поддерживает 16 устройств. Устройство, регистрируясь на одном из приемников, если вы отходите от него на расстоянии, когда он не может вас обслуживать, тут же он ищет следующую доступную точку. При этом происходит просто регистрация в сети, то есть у вас не пропадает сигнал, вы просто на некоторое время, допустим, если вы вышли далеко, вы без обратной связи. Как только он определил, обычно занимает там одну-две секунды. Он находит следующий, он регистрируется в сети, он опять доступен к обратной связи. То есть, не говоря, одна точка доступа обеспечивает работу 16 устройств? Да, 16 устройств, да. 16 канальный систем? 16 устройств, устройство одно. А если бодипак? Вот, кстати, вопрос. Бодипак, он один, это одно устройство. В данном случае, я вот на счет DCV режима не верю, но это сможем посмотреть. Потом на корм переключимся, проверить. По идее, должен быть одно, но может быть у него определяться. Как два передачки, возможно, что два строительства. То есть, если вы используете... Две устройства одно, да, но он их соединяет к одной, системе. И к одному приемнику, и к второму. То есть, как бы, типа как два. Но по факту приемник, передатчик один. Но канала два. Да. Может быть. Мы это посмотрим. Да, я сейчас не готов ответить. Надо программу открывать. Так не показывает количество доступных модулей. И, в чем тоже суть, это все распределение здесь происходит автоматически. Потому что, если заканчиваются свободные места на одном приемнике, если вы там рядом поставите второй, он будет, соответственно, между ними перепрыгнуть. То есть, на одном, на втором. Ну, а их никак не надо настраивать. Устальник не решает. Да. Тут данный комплект, что удобно, входит DHCP сервер с восьми портами сзади. Четыре из которых поддерживают питание по Ethernet от Power Ethernet. Четыре простых. И один слот спереди, ну, не на один спереди, чтобы вы могли подключить ноутбук. Там нет необходимости ли сзади. Ethernet свитч раздавит DHCP адреса. Если у вас в системе больше, чем одно так устройство, то все остальные должны быть выключены DHCP. Только одно устройство может его раздавать DHCP. Да. То есть, если вы линкуете там несколько точек, то остальные должны работать просто как Ethernet свитч. Не более. Оборудование, в данном случае антенна, она имеет и разъем питания, то есть, можно записать от блока питания. Но за счет Power Ethernet там ничего делать не нужно. но это сама. Том, еще один вопрос по поводу вот этих вот приемно-передающих. Да. Только приемно-передающих. Да. Они работают в данном случае как служебные антенны. Мы принимаем во внимание, что Workbench в реальном двигании постоянно сканирует, то есть, там анализатор спектра стоит. Они работают как служебные антенны или они нужны дополнительные приемные антенны? Нет. Нет. У нас уже в сплитер подключены две антенны. Вот они так выглядят. Это будет пассивная антенна, имеет такую отличную вид. Гантенка. Интересно. То есть, на них же принимай и имя же скажет. Хорошо для женщин. Можно заниматься. Фитнес. Он ничего не делает, то есть, он получает спектр, то есть, через каскадирование приходит, спектр получается с одной антенны, со второй, и его анализирует. То есть, никак это не сказывается на антенны. Их не нужно больше. Я спросил вас, да. У меня мой вопрос был простой. Нужны дополнительные антенны? Вот как есть. Все направленные, направленные антенны? Это все направленные антенны? Да. Есть направленные. Они, соответственно, с питанием, я вам показывал, что он может включить питание от антенного кабеля. Соответственно, не нужно ничего больше делать. Если там другие, компенсация потери в тракте осуществляется? В тракте, да. То есть, если у вас длинная линия, ну, как так, никак. А, то есть, в айфоне мы считали, да? Ну, да. Тут так. Тут автоматически он не компенсирует. Не так, как в системе другого производителя ты проводил. Так, вернемся. Мы, значит, подключили наш передачик на два приемника. Теперь у нас режим DVC-UT-MOD уже не будет у нас пропадать связь, если мы изменим частоту. Так, не включился, а вот включился сюда. В данном случае нам можно поменять любую частоту, которая указана. Здесь у нас указано 580, на другом приемнике 579. Возьмем вот эту частоту. Я сейчас также изменю ее, чтобы вы могли послушать, как это работает. 200 меганет. Так. А вот сейчас я буду говорить, и вы увидите, что происходит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, сбой никаких нет. Это ключевая особенность. То есть, грубо говоря, для мест, где вам очень важно, чтобы вообще никаких косяков не было, вы можете использовать данную систему в таком виде. Огромный плюс в том, что вам ничего для этого делать не надо. То есть, это все делает само. Вы настроили, отдали микрофон, и все. Пусть он ходит, бродит, все и так будет нормально. Только нужно обеспечить, соответственно, покрытие шоулинком. Это место. Чтобы была обратная связь. Дивиусилити мод вместе с бодипаками также работает. Только их нужно два, как я уже говорил. В данном случае здесь все внутри. То есть, два передатчика. Так. Если вы сомневаетесь в какой-то из частот, которые у вас настроены на приемнике, то вы можете поменять ее, нажав «Получить новую частоту». То есть, если, не знаю, что-то не нравится. Соответственно, мы нажимаем «Подтверждение», и он частоту поменяется. То есть, так есть нового канала. Частот свободный. Он, соответственно, берет у нас из спектр-менеджера, который мы отсканировали. Если я вам сейчас покажу обратно спектр-менеджер, что там происходит. Мы сейчас устроим еще одну интерференцию, чтобы убедиться. Так, вы видите, у нас используются три частоты. Потому что передатчик использует две, и одна у меня работает тем, которым я тут балуюсь. Сейчас я еще раз изменю одну частоту, которая у нас здесь написана как 588. Вы видите, что произойдет у нас по спектру менеджера. 58, 150. Переключаем. И вот, смотрите, я включил. Он мне ее поменял. Частота из свободных пропала. Сейчас, через какое-то время, он при сканировании диапазона определит, что частота, которую он поменял, тата-частота освободилась, он через какое-то время ее опять добавит свободно. То есть, это такой процесс постоянный. То есть, частоты, если происходит интерференция, если в какое-то время сигнал у вас пропал, частота опять становится доступной. Можно? Да. Очевидный вопрос, но все-таки для подтверждения. Если у тебя один передатчик в режиме University, он тебе покажет in use две частоты? Да, потому что это две частоты. То есть, он как два передатчика просто в одном корпусе. В случае с Budipark, но отдельно. Поэтому он показывает и три, потому что эта частота у меня включена. Если я сейчас его выключу, он через какое-то время добавит эту частоту в свободные. Вот, 51 он добавил, это та, которую мы сменили. Вот, он ее сейчас просканировал. И через какое-то время он определит, что и этот передатчик пропал, и у нас будет уже 52 частоты. Соответственно, используется будет только две указы, поскольку приема нет. То есть, он какое-то время тратит, по-моему, в районе 10 секунд на полный цикл. Может быть, больше, но немножко. Вот, это что касается таких вещей. Ну вот, добавилось. 52. Что у нас и показывается на экране. Когда мы подключаем функцию ShowLink, мы видим здесь такой замечательный значок. Вот перед нами C-Shure, который показывает, что этот приемник у нас связан с передатчиком. То есть, это значок ShowLink Model. Мы можем его выключить. В таком случае у нас... Ну, есть возможность сделать перерыв, я так понимаю, да, совершенно? Поесть мы до года, попить кофе. Если мы устали, мы можем прерваться там на 10-15 минут. И продолжим. Давайте. Отлично. Тогда Паула. Начал камеру. В